Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Мугайбеков. И вот главные темы выпуска. Золотой сезон. Это тебе дает энергию и еще больше сил для продолжения работы. Сегодня Рустам Миниханов чествовал волейбольный «Зенит-Казань». О пути команды к чемпионству расскажет Рамиль Галиулин. В преддверии «Казан-форуме» провели учения экстренных служб. Как обеспечит безопасность международного события, увидела Алина Зинатолина. Длугу устройства двора на улице Фаты Хаммерхана. С детьми часто выходим в баскетбол играть, в футбол. Надеемся, что будет все красиво. Какие еще придомовые территории обновят в Казани по программе «Наш двор» расскажет Иван Сарафанов. Воспитать патриотов у Родины. Стрельба, тактическая подготовка. Татарстан вошел в пилотный проект по созданию центров военно-спортивной подготовки. Чему будут учить подрастающее поколение, расскажет Гульнара Миниханова. Сегодня два года со дня страшной трагедии в Казанской 175-й гимназии. На территории учебного заведения утром прошел траурный митинг. Память погибших почтили в мемориальном саду во внутреннем дворе школы. 11 мая 2021 года в результате стрельбы, которую устроил 19-летний казанец, погибли 9 человек, 2 учителя и 7 учеников. Еще 23 человека пострадали, потерпевших более 600 человек. 13 апреля этого года, устроивший стрельбу, Ильнац Голявеев получил пожизненный срок. Сегодня в Казанском Кремле принимали высоких гостей в буквальном смысле. Рустам Миниханов чествовал волейболистов казанского «Зенита». По итогам сезона они стали чемпионами России, вернув титул лучшей команды страны. Они шли к этому 5 лет. Это победа 11-я в истории клуба. Рустам Миниханов отметил, на протяжении всего сезона наши волейболисты вели яркую, бескомпромиссную борьбу, показывали командный дух и стремление к победе. Рамиль Галиулин пообщался с триумфаторами. Мяч подписан всеми волейболистами, фотокоманды и золотая медаль. Игроки «Зенита» приехали к Рустаму Миниханову не с пустыми руками. Именно золото и привело спортсменов снова в Кремль. Раис Республики благодарит ребят за профессионализм и вручает сертификат на 5 миллионов рублей. Мы внимательно следили за выступлениями команды и получали огромное удовольствие. Регулярный этап чемпионата наша команда прошла, показав стабильную, сплоченную, интересную игру, опередив турнирной таблицей всех конкурентов. И, конечно же, титул чемпиона России 2023 года у нас достался самой сильнейшей команде. Аплодисменты вам! Все как в первый раз. Ради таких эмоций команда трудится весь сезон. За плечами некоторых волейболистов. Немало громких побед на разных уровнях. Но каждый новый титул – это очередной повод для гордости. Ну, опять же, это амбиции, цели, неважно. Я считаю, что если профессиональный спортсмен не голоден, то есть у него нет уже цели, то, наверное, он уже не профессиональный спортсмен, ему, наверное, уже нужно заканчивать со спортом. Но заканчивать никто не собирается. Наоборот, все только начинается. Как, например, для молодого тренера Алексея Вербова, бывшему игроку «Зенита». А теперь его наставнику удалось вернуть кубок в Казань спустя пять лет. Сразу вспоминаешь, сколько сил вложено в это все. И, конечно, когда ты в итоге какой-то выхлоп получаешь, вот такой победный, ну, это тебе дает энергию и еще больше сил для продолжения работы и движения в том направлении, которое ты для себя там выбираешь как тренер. Наша команда давно закрепилась на волейбольном небосклоне. Золотым чемпионат России для «Зенита» стал в одиннадцатый раз. Всего в копилке команды за недолгую историю собралось 37 медалей разной пробы. Напомним, «Зенит-Казань» был создан в 2000 году под эгидой общества «Динамо», который возглавляет Асгат Сафаров. Асхат Ахмедович сегодня нет, он в командировке, я тоже вам передавал огромный поклон и привет. Давайте поаплодируем ему, он тоже всегда вместе с вами. Я вернул себе титул в такой нешуточной борьбе совершенно. Кто специалист, кто разбирается, знают, что «Динамо», с которым они играли в финале, это очень грозный соперник и очень такой неуступчивый. И пройти эту серию со счетом 3-0, это показатель того, насколько профессионально, насколько команда хотела и готова. Сейчас команда отправляется в отпуск. Как отметили, костяк коллектива сохранится, но не обойдется без потерь. Для Александра Волкова этот сезон стал последним. Знаете, мне очень много людей и написали, и сказали лично, что они хотели бы завершить карьеру вот именно так. Красивая точка, как в песне «Я ухожу красиво». Впереди новые вызовы и задачи, ведь повторить успех, как правило, намного сложнее. Кто чемпион? Мы чемпионы! Фамилия Галиулина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Главный тренер Акбарса Зинатула Белеледдинов вошел в список номинантов на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ. Под его руководством казанский клуб за короткий срок дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в последней игре серии. При Белеледдинове команда одержала 35 побед в 49 встречах. Зинатула Хайдарович дважды становился лучшим тренером сезона в 2009 и 2018 годах. Также в финальную тройку номинантов вошли главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и рулевой торпеда Игорь Ларионов. Ровно через неделю Казань примет Международный экономический форум «Россия. Исламский мир». Он впервые пройдет в федеральном статусе, а участники приедут из 65 стран. Сегодня на Казань-экспо провели масштабные учения экстренных служб. По легенде, из-за короткого замыкания загорелись декорации сцены. Совместные действия при чрезвычайной ситуации отработали спасатели, пожарные и медики. Как будут обеспечивать безопасность участников международного события в репортаже Лины Зинатулиной. При возгорании в здании срабатывает автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Людей из зала эвакуируют через три выхода, чтобы не допустить давки. В это же время прибывает пожарная техника. Огнеборцы отправляются ликвидировать возгорание. Также в зале 10 пострадавших, которые не смогли покинуть здание. Кому-то требуется госпитализация, кому-то кислородная маска, кому-то психологическая помощь. На месте несколько бригад скорой помощи. Были отработаны все алгоритмы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Всего было задействовано по замыслу 44 сотрудника. Это бригада скорой медицинской помощи, центр медицинской катастрофы и персонал, который задействован в медицинских пунктах. Меньше часа прошло с сигнала об условном возгорании до окончания учений. За это время успели эвакуировать людей из здания, оказать помощь пострадавшим и потушить пожар. Эвакуация прошла достаточно эффективно и правильно. Поэтому то, что объекты проводим учения, это прежде всего, чтобы не наше реагирование, а именно объекты вовремя и правильно сработали. Сотрудники объекта, которые отвечают за конкретный участок работы, где должен стоять, где что должен нажать, где что должен открыть. Старт форума уже через неделю готовились к нему весь год. Построено несколько дополнительных павильонов, остаются финальные штрихи. Форум соберет участников из 65 стран и станет площадкой укрепления экономических, научных, культурных связей России и исламского мира. Ожидается порядка 15 тысяч человек в день. Естественно, возможна ротация. Но то, что мы в два раза превысим цифры прошлого года, это уже гарантировано. Темпы регистрации, темпы наполнения наших отелей, бронирования билетов. Говорят о том, что форум будет невиданных масштабов. Казан-форум пройдет с 18 по 19 мая. На Казан-экспо круглосуточно будут дежурить пожарная охрана, спасатели, медики, полиция и Росгвардия. Лена Зинатольевна, Алмаза Единов, ТНВ, Казань. Сегодня одновременно в 12 регионах страны открыли центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Один из них в Татарстане, в набережных Челнах. Их создают по поручению президента России Владимира Путина. Кто сможет стать учеником? Какими они овладеют навыками? И кто станет воспитателем-инструкторами? Гульнар Мениханова с подробностями. Казан-экспо круглосуточно. Все там стрельба, тактическая подготовка. Ну, пригодится в будущем. Хочу пойти на службу в МВД. Вот, пойти сюда, да, пригодится. В новом центре ребят будут обучать военным навыкам и патриотически воспитывать. Инструкторы из Казани. У них за плечами военный опыт. Многие из них участники боевых действий. По поручению президента Российской Федерации в 12 субъектах Российской Федерации сегодня открываются подобные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и молодежи, на базе которых наши инструктора готовы поделиться знаниями по огневой, тактической, медицинской подготовке. Поздравить с открытием центра приехал первый заметитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Патриотизм – это не просто слова. Это активное участие в жизни общества, помощи тем, кому она необходима. Стремление глубоко изучать историю Отечества, беречь культурное наследие и достояние России. Такие центры сегодня открылись в 12 субъектах страны. География широкая – Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Донецкая Народная Республика, Чечня, Белгородская, Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Псковская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Хабаровский край. Цель нашего центра, знаете, получается у нас прикладные компетенции должны быть. Это и военная подготовка, и огневая подготовка, физическая подготовка, это и устава, и конституция, и духовное воспитание, патриотическое воспитание. Мы готовим детей к жизни, потому что в этой жизни все они должны уметь. В центре будут обучаться 300 челнинцев от 14 до 18 лет. Для первых курсов отбирали наиболее отличившихся в учебе ребят. В городе достаточно большая сеть кадетских школ, военно-патриотических клубов. И, безусловно, сборы, которые сегодня объявлены руководством Республики Татарстан, руководством страны для вас дают новые возможности. Занятия будут идти здесь, на базе кадетской школы имени Никиты Кайманова. Уроки продлятся три часа после основной школьной программы. Ребят научат стрелять из оружия, оказывают первую помощь и даже управляют беспилотными летательными аппаратами. Занятия начнутся уже завтра и продлятся до конца мая. Всего за летнее время овладеют военными и спортивными навыками 900 ребят по всей Республике. Для них обучение будет проводиться во время отдыха в летних лагерях. Гульнара Мениханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Обновил свой двор, помоги соседу. Жители, чья придомовая территория попала в программу «Наш двор», теперь поднимают в рейтинге голосования соседей. Активность растет и в целом по Республике. В этом году свои пожелания уже высказали около 240 тысяч татарстанцев. До конца опроса есть еще две недели. В прошлом году в голосование приняли участие чуть более 200 тысяч человек. Сегодня мы побывали в одном из таких дворов на улице Амирхана Казани. Выходили в соседние дворы, которые в принципе как раз были более благоустроены, чем наши. У Эдуарда Богданова двое детей. Дочки шесть, сыну четыре. Раньше ходили играть в соседний двор. В прошлом году, благодаря активному участию жителей, их придомовая территория на улице Амирхана попала в программу «Наш двор». Было неожиданно, что действительно так очень быстро в этом году развернулось благоустройство двора. И оно в принципе идет какими-то очень семимильными шагами. Здесь живут почти тысячи человек. За свою площадку в прошлом году проголосовала треть. В этом решили не останавливаться. И голосуют уже за соседей. Мы с программой знакомы. Мы видели, как делаются вот эти программы. И, конечно, голосовали каждый год. В прошлом году голосовали. В этом году голосовали. Вот уже соседний двор, чтобы поближе тоже было. Здесь заменят асфальт, расширят парковку, сделают зону отдыха и установят новое освещение. Работы планируют завершить к сентябрю. В этом году в Казани обновят почти тысячу дворов. Детская площадка была не оборудованная. Все старое. С советских времен, можно сказать. Каким будет, посмотрим, увидим. Пока видно, что детская зона увеличивается. Можно сказать, вдвое. По пожеланиям жителей, во дворе увеличат детскую игровую площадку. Разделят ее на зоны для самых маленьких и для ребят постарше. Также обновят спортивную территорию. Заменят покрытие, баскетбольные кольца. И поставят дополнительное освещение с четырех сторон. В голосовании на следующий год участвуют более двух тысяч дворов. 200 территорий, которые попадут в лидеры, будут благоустроены в 2024-м. За три года по программе «Наш двор» в Татарстане обновили 3379 территорий. Сегодня жителям напомнили, как можно попасть в программу. Есть три критерия, по которым дворы отбираются в программу. Первый критерий – это дом, построенный до 2014 года. То есть он не навеет с 2014 года. Второй критерий – это во двор не заходили другие программы. До 2014 года. И третий критерий, самый важный – это в 2019 году была проведена массовая инвентаризация всех дворов республики, по которой было определено качество асфальта во всех дворах. Если оно признано плохим, такие дворы вошли в программу. Голосование продлится до 31 мая. Чтобы благоустроить в следующем году свой двор или помочь соседям, у казанцев осталось чуть больше двух недель. Свой выбор можно сделать на портале госуслуг, в мобильном приложении «Услуги РТ» или на сайте городсреда.татар.ру. Иван Сарафанов, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. В Дербышках Казани завершается строительство детской поликлиники. Ход работ проверили глава Минстроя Марат Айзатулин и мэр Ильсур Медшин. Детской поликлиники в поселке давно ждали местные жители. Она будет обслуживать 11,5 тысяч подростков. Строительные работы планируют завершить к 1 июня. После завезут мебель и медицинское оборудование. Параллельно работы идут на близлежащей территории и в соседних дворах. Их обновляют по республиканской программе «Наш двор». Садоводов в который раз пытаются обмануть. Как провалилась программа до газификации СНТ? Выясняли журналисты интернет-газеты «Реальное время». Рустам Иниханов сегодня встретился с новым генеральным консулом Исламской республики Иран в Казани доводом Мирзахани. Райс республики поздравил его с назначением и отметил «Учитывая тесные экономические и культурные связи, надеюсь, ваша работа будет интересной и плодотворной». Рустам Иниханов подчеркнул, «Татарстан придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений. Между республиками большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере, образовании, науке, туризме и культуре». В сентябре прошлого года руководство нашей республики побывало с Ираном с рабочим визитом. «Вы имеете огромный опыт, и республика Татарстан будет неким таким оплату-дармом для дальнейшего вашего карьерного роста». Рустам Иниханов сегодня провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Рассмотрели 18 проектов в Казани. Райс республики подчеркнул, «Они должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия, не нарушать облик территорий». Среди главных требований — соблюдение этажности и обеспечение транспортной логистики. В Казани разрабатывают типовые проекты ИЖС. Они будут в открытом доступе и могут использоваться любым застройщиком. Это сокращает стоимость строительства и сроки оформления разрешительных документов. Использовать типовые решения планируют в Адмиралтейской Слободе, на Подложной, Фаткулино и других. Комиссии представили индивидуальные жилые дома в Свиярске и детскую школу искусств в Буинске. Как федеральные субсидии и партийные гранты меняют жизнь на селе? О каких проблемах говорят жители? Как налажен контакт с населением? Все это сегодня изучали единороссы в Алькеевском районе. Здесь прошел День Единой России. Фарид Мухаммедшин ознакомился с работой местного кооператива, производством районных предпринимателей и увидел, как сельских работников культуры обучают выставочному делу. Чем еще живет Алькеевский район и как ему помогает партия, увидел Дмитрий Аринин. Ну вот, у нас два в данный момент возникнет необходимость в третьем шоковике для качества полуфабрикатов. Новое холодильное оборудование готовится получить потребительский кооператив Алькеево села Каргополь. Технику закупили на субсидии в 1 миллион рублей, которые получили по федеральному проекту единороссов «Выбирай свое». Мы приезжаем, забираем. Вы забираете, забиваете. А табору тебе, мясо мне. Ну все так. С работой предприятия сегодня ознакомился Фарид Мухамедшин. Здесь трудится около ста человек. Показали теплицу, цехарь для обработки шерсти, производство полуфабрикатов. Кооператив закупает продукцию местных аграриев, перерабатывает и выпускает более 20 видов товаров. Как говорят, партийная поддержка только в плюс. В субсидии мы получаем, закупаем оборудование новое, вложения делаем необходимые, в инвентарь тоже. Без помощи это тяжело, потому что надо и содержать, и зарплату платить. Расходов достаточно. В Краеведческом музее села Базарные Матаки собрались музейные работники со всего района. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины» состоялся семинар. Сотрудники Национального музея республики и другие эксперты из Казани рассказали, как лучше устраивать выставки. Если честно, вот это все уже читали, знали, разные семинары ходили. Но тоже практика, они уже простыми словами не то что рассказывали, еще показывали. И если больше много опыта практики, это лучше. С участниками семинара пообщался Фарид Мухамедшин. Как жизнь? Молодцы. 9 мая провели. Очень здорово провели. В Доме детского творчества для местной молодежи молодогвардейцы республики провели квиз, посвященный Году национальной культуры и традиций. Победителей наградил Фарид Мухамедшин. Также он вручил паспорта молодым алькеевцам. Вам повезло. Вам повезло, что вы родились в алькеевском районе и вы чистите и живете здесь. Арганциональный, трудолюбивый народ. Тематические встречи сегодня прошли на 11 площадках. О том, чем живет район, и что в приоритете говорили с местным партийным активом. Алькеевский район аграрный. Здесь живут около 18 тысяч человек. Основа экономики сельское хозяйство. По социально-экономическому развитию среди муниципалитетов Алькеевский лишь на 36-м месте. Район принимает участие в республиканских федеральных программах. За 2022 год введено и капитально отремонтировано, благоустроено 16 объектов на общую сумму 660 миллионов рублей. В том числе на улучшение состояния дорог 62 миллиона рублей. В 2022 году введено более 8 тысяч квадратных метров жилья. Главе района, как лидеру алькеевской парт-организации, и Фарид Мухаммедшин поручил чаще встречаться с людьми и активно заниматься партийными проектами. Вот ты хорошо рассказал про коров, про телок. Любите их молоко, хорошо доите. И людей также любите. Может, даже лучше. Холок на кишине, я рад на самом партии, считай, шляп был мой. Надо любить людей. На встрече депутат Госдумы Олег Морозов рассказал о международной обстановке и работе федерального парламента. Как отметил сейчас главная консолидация общества. Мне кажется, что сегодня без партийного механизма, без вот этой ответственной политической партии, которая говорит, я, никто кроме меня, как вы сегодня много раз сказали, никто кроме меня, никто кроме нас, и кто-то еще с нами рядом, потому что другие политические партии по принципиальным вопросам нас сегодня поддерживают. Без вот этого единства мы не решим те задачи, которые стоят перед нашим обществом сегодня. В базарных мотаках Фарид Мухаммедшин и Олег Морозов посетили семью мобилизованных. У местной жительницы в зоне СВО служат сыновья. Также спикер Госсовета возложил цветы к мемориалу участникам Великой Отечественной войны. Дмитрий Айрин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Алькеевский район. Мы продолжаем погружаться в традиции и праздники народов республики в нашей рубрике Айда Татарстан. Через две недели православные будут отмечать Вознесение Господня. Праздник приходится на 40-й день после Пасхи. В ее традиции мы сейчас и погрузимся. Узнаем историю, разберемся, что принято делать в этот день, почему нужно красить яйца и какие блюда ставить на стол. Пасха – один из самых древних христианских праздников. В этот день принято славить Иисуса Христа, посещать храмы, красить яйца. Этой традиции более двух тысяч лет. Корнями она уходит во времена Римской империи. По легенде, в Христово воскресенье Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию и принесла яйцо со словами «Христос воскрес». Император ответил, человек не может воскреснуть, как яйцо не может стать красным. И яйцо в руках Марии чудесным образом окрасилось. Красное яйцо – это символ возрождения, воскресения Христа. Когда Мария Магдалина пришла и вручила красное яйцо императору со словами «Христос воскрес». Эта традиция идет с тех времен. По примеру Марии Магдалины на Пасху принято обмениваться яйцами. Эти традиции у христиан передаются из поколения в поколение. Дети с удовольствием это перенимают. И они знают, что нужно ходить и по домам, и славить яйца. И читают они еще некоторые стишки специальные пасхальные. Раньше яйца расписывали вручную, и они назывались писанки. Обязательно на них должны быть нанесены буквы «Х» и «В». Сейчас есть много способов, но традиционным остается окрашивание свеклой, отваром ромашки или луковой шелухи. Как учила бабушка, дедушка, луковой шелухой. Луковую шелуху начинаю собирать заранее, за полгода. Вот. Потом ее промываю холодной водой. Наливаю водичку, луковую шелуху, немножко соли, чтобы яйца не трескались. Делаю отвар такой и чуть-чуть уксуса, чтобы закрепить краску. И получаются вот такие красивые яйца. Пасху встречают дома, в кругу семьи. На столе обязательно должны быть крашеные яйца, куличи и Пасха. Это блюда из творога и изюма, которые по традиции готовятся только раз в год. Пасхе предшествует Великий пост. Обычно он длится 40 дней. В светлое воскресенье перед завтраком принято съесть пасхальное яйцо. Утром обязательно на завтрак мы всегда начинали с яичка. Обязательно яичко самое первое в Пасху съедаешь. Еще бывает за столом стукаешься, у кого треснуло яичко, тот проиграл. Ну как бы, у кого целое осталось, тот самый сильный. Мы всегда тоже начинали завтрак с яйца. Я помню, что Пасха у моей бабушки, у моей прабабушки была самым светлым праздником, самым чистым, самым благородным. И на Пасху это именно то время, когда вся семья собирается за одним столом. Это семейная традиция, которая продолжается не то, что из года в год, а из века в век. В канун праздника посещают храмы, молятся и совершают крестный ход. В этом году в Казани главная служба прошла в соборе иконы Божьей Матери. По традиции из Иерусалима сюда доставили благодатный огонь. Каждый год его выносят из храма Воскресения Христова, где расположен гроб Господен. Я хотел бы эту благодать сегодня, которую передали нам, в констатии всем вам, где отцы, братья и сестры. Христос воскресе! Христос воскресе! После службы благодатный огонь передали в другие храмы Татарстана. И также каждый прихожанин смог взять его домой. Для этого используют специальную лампадку с вазелиновым маслом. Если ее нет, можно обжечь пламенем свечу и зажечь ее дома. Принесем домой и осветим все огнем комнаты. Мы будем поддерживать. Пасху нужно встречать с чистыми помыслами, прощать обиды и не держать ни на кого зла. Закрыть глаза на достатки других людей. Если видеть недостатки, то только свои собственные. Простить все и в радости встретить светлое Христово Воскресение, Пасху Господнюю. Пасха – переходящий праздник. Каждый год его отмечают в разные даты. Он исчисляется по лунно-солнечному календарю и приходится на воскресение после первого полнолуния, которое следует за 21 марта – днем весеннего роднодействия. В 24 году Пасху отметят 5 мая. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов и Алмаз Зиадинов. ТНВ. Татарстан. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. С погодой вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. Передаю слово ей. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников «Эксид Вейкс». Только в мае в «Эксид-центре РРТ» с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в «Эксид-центре РРТ» на Чуйково, 54Б. Подробности по телефону 207-0080. Центр списания долгов «Идель» – 8-93-93-100-100. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. А чем вам нравится чистящая паста «Альбачистоник»? Легко и быстро очищает любые загрязнения. Не раздражает и не сушит кожу. Эффективно. Безопасно. «Альбачистоник» для рук. Чисто, быстро, безопасно. Здравствуйте. Из-за вторжения арктического воздуха в республике резко похолодало. Но это ненадолго. Подробнее об этом прямо сейчас. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлахе и Ознакаево ожидаются осадки преимущественно в дневное время. Снова похолодает ночью до 9 тепла и около 12 в дневное время. А в набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге ситуация иная. Там без осадков и умеренно тепло. Ночью до 8 тепла днем ожидаются около 18 градусов выше нуля. Аналогичная ситуация в Вагрызе, Менделеевске и Октаныши. Здесь небольшая облачность и без осадков. Ночью до 7 тепла и около 18 днем. В Арске, Кукмари и Бултаси ясная и сухая погода. Ночью около 6 градусов со знаком «плюс». А днем потеплеет до плюс 19. В Болгаре, Доржаном, Буинске переменная облачность. Вероятность осадков небольшая. Температура ночью до 10 тепла, днем около 18 градусов выше нуля. В Альметьевске чистые пыли Мамадыши облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, днем до 18 градусов со знаком «плюс». На субботу синоптики обещают ясную и очень теплую погоду. Казанская швейная фабрика «Лиллианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение, модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем. Удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. «Лиллианс» – это красивая, качественная, а главное – удобная одежда для дома и отдыха. В честь открытия нового магазина в торговом центре «Паркхаус» всем покупателям скидка 20%. «Лиллианс» – будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный» – второй этаж, ТЦ «Паркхаус» – первый этаж. В столице республики ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью до 9 тепла, днем ожидается теплая и комфортная погода до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западного направления умеренный до сильного. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 40%. Магнитное поле Земли спокойное. Народная примета советует приглядеться к майским жукам. Если их много, то и жара не за горами. Поэтому ждем стабильного тепла и желаем вам хорошего настроения. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии была Аделина Зарифова. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...